Продолжаем серию крымских вин. Привет, дорогие друзья! Мы продолжаем дегустацию крымских вин вместе с Лешей. В прошлом ролике мы с вами сделали обзор на Каберна Качинская от Инкерман. А сейчас мы будем пробовать еще одно вино от Инкермана. Называется оно Инджи авторский купаж. Это уже покруче серия такая, да? Да, это вроде как уже такой попремиальный вариант. Ну и стоило оно в районе тысячи рублей. Или я рано раскрыл карты? Да почему? Нормально. Купаж номер восемь Эритаж Инджи авторский купаж. Каберне Савиньон и Сапирави выдержаны, если не совру, 12 месяцев в дубовых бочках. Но дуб наверняка местный, то есть как местный, кавказский дуб. Тот, который роднее Крыму, который дружит очень, собственно, крымские вина очень сильно дружат. И так же как и в прошлом ролике это вино 2014 года. Вот и мы с вами посмотрим, что же такое Эритаж Инджи авторский купаж. Сегодня. Давай сразу спрошу себе, а вот это вино тоже можно купить, да? Слушай, ну я видел уже, да. То есть это чисто технически оно попало на полки к нам еще где-то года полтора. Но не во все сети. Просто сейчас очень... И в крупных сетях во всех городах можно найти. В крупных сетях уже есть, да. Видишь, Инкерман большое предприятие. Они производят много вина. И у них достаточно хорошая дистрибуция. Я хотел сказать, что их популярность обеспечивает еще, значит, советское наследие. Потому что это один из самых крупных заводов тогдашней России. На самом заводе я не был, но магазин внушительный такой красивый. У них очень большой ассортимент вина. Они работают с огромным количеством людей. Там ассортимент действительно классный. Выбрать есть чего. То есть у них есть возможность, у них был потенциал всегда создавать крутые вина. В Советском Союзе они создавали хорошенькие вины на каждый день. Ну и когда едешь, подъезжаешь к самому Инкерману. Большие поля. Все так красиво, интересно. Ну да, все это круто. Вообще на Граннике это всегда красиво. Они впечатляют. Окей. Ну что, будем пробовать? Давай. Эритаж Инджи. Сейчас тебе опять пробочку подкинем. Давай. Обожаю пробочки. Круто. Ага. Ну что. Давай этикетку в кадр, чтобы хорошо было видно. Давайте смотреть, будем глядеть, что у нас в цвете с вином. Ну, помощнее, конечно, чем предыдущее вино. И тут, слушай, ну ты прям, конечно, посмотри. Тут прям конкретный цвет, который приобретен явно не только от Каберне. Есть оттенки Саперави, которые фиолетово-чернильные такие, да? И хороший рубиновый цвет дает Каберне. Но почему-то мне кажется, что здесь вот как-то с блеском немножко потускнее. А как вот блеск определять, скажи, пожалуйста. Это глянец на поверхности. То есть вот насколько блестяще вино. Оно, видишь, вот этот блеск дает алкоголь и кислоты. Яблочная, молочная кислоты. И чем ярче вот этот блеск, тем бликов больше такого. Ярче блик, так назовем это по-простому. Этот блеск, он обеспечивает этими веществами, кислотами и алкоголем. И чем ярче, тем их больше. А чем их больше, тем лучше. А, это структура вина, это тело вина. Ну, можно сказать, его скелет. И вообще, если вино нет блеска, оно матовое. Ну, такое. Это уже, скорее всего, вино испорченное. В нем нет структуры. И вот такое вино, конечно, никогда не будет высоко оценено. Окей. Но цвет хороший. Гораздо ровнее, чем у Качинского Каберне. Здесь прикольно. Окей. Ой, вот это чудесно. Здесь, знаешь, что я думаю? Вот ты что думаешь? Я потом поумничаю. У меня какая-то выпечка. Прям такой ванильный, что ли, запах. Хорошо, ваниль это дуб, да. Здесь от этого никуда не скрыться. Что-то свежее еще раскрывается. Ну, тоже вишня, гранат, но такие более мягкие, мне кажется. Вот смотри, гранат, это больше аромат Саперави. Вот я бы здесь не увидел никакой вишни. Мне вообще здесь нравится, что здесь вообще тон задает Каберне. Саперави здесь в аромате такая поддержка сладкая. И то, что здесь не играет главный Руссаперави, это очень хорошо. Иначе бы это походило на какой-нибудь вариант грузинского вина. Вот здесь играет главную скрипку Каберне. Причем он играет ее очень интересным образом. Это не аромат черной смородины, который такой вот прям яркий, вареничный, да. Это, как ты заметил, такой вот кондитерский, печеный аромат. Причем даже как именно запах трюфель или что-то такое. Трюфельное масло. У него очень интересная ароматика, очень гармонично. В том смысле, что вот эта пряно-печеная составляющая здесь очень яркая. Да, это черные ягоды, но они вот какие-то такие подпеченные, кондитерские, но при этом они не катастрофически резкие. Это не ударная ароматика, поэтому она мне очень нравится. Мне тоже приятно. Она подкупает, да. Она хорошая, сбалансированная ароматика. Да, действительно здорово. Аромат очень креативный, я бы сказал, непростой. Это не похоже на просто вино в аромате. Что скажешь по поводу вкуса? По поводу вкуса явно присутствуют древесные нотки. Это бочка, да? Конечно, это бочка, но смотри, ну вот на самом деле нет по вкусу хуже, чем по аромату. Но причина очень простая. Послевкусие очень короткое. Вино очень быстро уходит, остается один тонин. Тонина хорошая такая доля. И не знаю, как-то казалось, что она будет немножко покрепче во рту, потельнее. Оно в такой же стилистике легкой, как и Каберна Качинская. То есть тело достаточно мягкое, ровное, но при этом в какой-то момент ты понимаешь, что ну... Это вроде бы как-бы близко к балансу, но в этом вот ровном теле какой-то тонин очень агрессивный. И не очень долгое послевкусие. Не знаю, если она стоила 1000 рублей, то... Слабовато, да, на 1000? Да. Как-то не знаю. Ну давай дадим ему еще шанс. Ну аромат очень приятный. Аромат сумасшедший. Я прям чувствую здесь трюфельное масло. Аромат очень классный. Да, кстати, хорошее замечание, мне тоже показалось, что есть такое ощущение, то ли древесной смолы, то ли оливкового масла, оливок, вот что-то такое. Оливковое, да. Может быть там... Сейчас тебе скажи что-нибудь напомню. Это какой-то эвкалиптовый оттенок, вот. Хороший, сочный, но это все вот работа с дубом. Правильная, хорошая работа с дубом, но во рту... Ты знаешь, пускай короткое, но приятное. По мне очень приятное. Да, но приятное, ну вот блин, я не знаю. Я прям чувствую разницу между тем и этим в пользу... Нет, оно лучше, но не в два раза. Может быть. Ну смотри, мы пили... Ты помнишь, атаман? Кабернест с операми. Это тоже тот же самый, да? Примерно, да. То есть микс тот же, да. Ну вот там... Да? И атаман примерно так же стоит. Да, атаман так же стоит. Слушай, да, тогда я в пользу атамана, конечно, голосую. Однозначно. Да, то есть атаман-то там вообще супер. Да. Но атаман не купить нигде. Ну почему? Если у вас есть знакомый с Эмилией Сева, звоните ему, он все достанет. Окей. Так, слушай, надо какую-то отбивку сделать. Слушай, я правда что-то как-то немножко расстроен. Что-то как-то расстроен? Да не то чтобы расстроен, я пытаюсь понять. У них, понимаешь, с одной стороны расстроен, потому что хотелось что-то более ударного, а с другой стороны что расстраивается, явно прослеживается общая стилистика. То есть какой-то стабильный стиль. Есть какие-то плюсы вот у этого короткого послевкусия? Да нет, всегда есть плюсы у длительного, хорошего, долгого послевкусия. У этого вина есть плюс, что оно при всем том, что это Каберне Сапирави с 13% алкоголя, это достаточно ровное вино. Оно ни колкое, ни резкое, единственное, Таня немножко выбивается. А так? Да ну не сказать, что прям плохо-плохо. Нет, это не плохо. Это даже очень хорошо. Но только хотелось что-то другого. Но опять же, я в Винкерман не пью там много и часто. Ну, теперь явно прослеживается общая стилистика достаточно ровного стиля. Наверное, это вот все вот там дела, дела Таруара, да, как бы вот с которым работает Винкерман. Но в общем и целом приятно, что у ребят есть стиль. Вот кому-то он придется по вкусу. Окей. Итак, наполним нашу бутылочку в силу того, что все-таки цена вопроса тысяча рублей. И мы что-то ждали, но как мы выяснили, может быть и не дождались, а может и не надо ждать, да? А может и не стоит ждать? От себя хочу добавить, что в принципе удовольствие можно получать. Короче, ты ставишь ему оценки, я что-то не знаю. Нет. Давай так. Давай так. Я ставлю этому вино в 80 баллов. То есть ты хочешь наполнить бутылочку на 80%? На 80%, да. А ты? На 75 в ожидании, что произойдет чудо. Что произойдет чудо. Ну, ребят, я сейчас говорю, вино неплохое. Просто, не знаю. Что-то нет в этом авторского, вот как оно называется. Авторский купаж. Окей. Спасибо, что были с нами. Посмотрели этот скучный, длинный, непонятный обзор про вино. А может быть мы скажем, что подойдет к этому вино? Или опять все подряд? А-а-а, бам-бам-бам. Нет, это не все подряд, наверное. Вот. Давай. Слушай, ну, вот если говорить про Крым, под Бахчисараем есть такой очень классный в ущелье ресторанчик, там делают офигенную баранину. Татарский ресторанчик, но там, поскольку он татарский, там не продают алкоголь. Надо приехать за бутылочкой инкермана. Там вообще его нельзя пить. Поэтому нужно приехать туда, взять у них, купить у них свежеприготовленную баранину, сесть на склон. А лучше свеже замаринованную и самому? Нет, там так, как они делают, ты не сделаешь сам никогда. Вот, взять там вот этот шашлык, бегом бежать на какой-нибудь склон, устроить себе пикник. Правда, молодой ягненок на огне приготовленный, это офигительно будет. Просто потому, что вино достаточно ровное для хорошего, нежного, молодого мяса ягненка. Вот. Ну все, с инкарманом закончили. В следующем ролике, друзья, смотрите вот это вот вино Megano, Который я привез из Крыма специально по заказу Севы. Да, потому что это свежак, шестнадцатый год, а у нас он еще не продается. Окей, спасибо, что были с нами. Увидимся в следующем ролике с обзором новых видов Крыма. Пока. С Крыма. Неправильно я сказал, из Крыма. Подожди, но это же полуостров. Нет, из Крыма это когда, это на континенте, а если остров или полу... А нет, это остров. А даже полуостров считается это из... Вот. Могу филологу позвонить? Нет, я тебе точно говорю, у меня мама филолог, я просто запарился. Окей. Могу. 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 Могу.